Здесь на канале IMP1, и сегодня у нас будет новый обзор насчет лаунчпада на Bybit. Если вы смотрели мои предыдущие видео, вы могли уже понимать механику участия в лаунчпаде, но сегодня мы также ее разберем. Как я говорила и ранее в предыдущих видео, и те, которые еще не в курсе, есть две подписки на лаунчпад. Подписка с Bybit и подписка с USDT. В чем есть отличие? В Bybit вы сразу же получаете гарантированную аллокацию на участие в лаунчпаде, и вы гарантированно получите какие-то токены, в зависимости от того, сколько у вас находится битов на балансе, и все зависит от того, сколько участников будет в этом лаунчпаде с подпиской на Bybit. Также есть раздача в USDT. В USDT вы участвуете в рандоме, как это понимаете, это то, что у вас есть на споте 100 USDT, это основное условие участия в лаунчпаде с токенами USDT, и вам уже будет рандомно выдаваться аллокация. Возможно, вы ее не получите, и вы не получите токены Валкин, а возможно, вы попадете в число счастливчиков, и у вас будет аллокация на покупку Валкин. Что ж, есть очень важный момент насчет USDT, и сейчас мы его обсудим. Но для начала разберем пару маленьких деталей. Цена Валкин состоит в 0,165 центов. В принципе, это плюс-минус нормально, особенно для того рынка, который сейчас у нас происходит, так как он весь абсолютно красный, и все падает. Основной момент также хочу уточнить. Если вы хотите купить биты только для того, чтобы участвовать в лаунчпаде, и в дальнейшем вы их продадите после того, как пройдет сам лаунчпад, возможно, вы упадете в минус, потому что сейчас рынок, как мы можем заметить, очень сильно страдает, и в принципе он достаточно нестабильный. Так что если вы хотите купить биты только для лаунчпада, и потом их продать, и обратно закинуть USDT, то это не лучшая идея, по той причине, что вы можете попасть действительно в минус. А если держать биты уже для дальнейшего участия в разных проектах, и просто дождаться момента того, когда рынок поднимется, и держать их на долгосрочной основе, то это может вылиться вам в хороший плюс. Конечно же, нет никакой гарантии того, что у вас будет прям огромный икс, и в принципе вы сможете кучу всего заработать, но сам факт, для того, чтобы участвовать в проекте на байбит, у вас нет битов, и вы потом хотите их обратно продать, я бы советовала, наверное, лучше участвовать сразу же с USDT, для того, чтобы не попадать в минус. Итак, идем дальше. Общее количество токенов у нас это 2 миллиарда волкин. Период подписки и снимков баланса сейчас очень важен, потому что период снимков баланса начинается в полночь с 16 июня 2020 года и заканчивается 20 июня. Соответственно, это произойдет уже завтра. И что важно? Важно, чтобы на вашем спотовом аккаунте, обязательно на споте, нигде иначе, ни в Earn аккаунте, были хотя бы 50 бит. Это минимальная стоимость для участия в лаунчбаде. Если у вас есть больше, тогда отлично, и это на самом деле замечательно. Или если вы хотите, чтобы у вас было больше, тогда нужно их уже закупать сейчас. Также повторюсь, на долгосрочной основе. Также, если вы хотите принять участие в розыгрыше, ваш среднесуточный баланс в USDT в этот период должен быть больше или равен 100 USDT. Это именно для того, чтобы участвовать в лаунчбаде с USDT токенами. Есть один момент. Если вы, допустим, пропустили 16 и 17 число и закинули 18 числа 100 USDT, возможно, вы не сможете участвовать в лаунчбаде для того, чтобы участвовать именно в этом рандоме. Почему? Потому что снимки балансов, они делаются в течение нескольких дней для того, чтобы понимать, сколько у кого находятся тех или иных токенов. Для того, чтобы можно было подсчитать и распределить дальнейшие токены Valken. Если же вы все-таки очень сильно хотите участвовать, то нужно будет закидывать намного больше, чем 100 USDT. Примерно плюс-минус два раза так точно нужно будет закинуть больше, для того, чтобы был ваш среднесуточный баланс около 100 USDT. То есть, скорее всего, вам придется закинуть около 500. А может быть, даже и больше. Чем позднее вы заходите, чем позднее вы закидываете, тем больше вам нужно закинуть для того, чтобы участвовать. Итак, идем дальше. Период подписки у нас начинается с 21 июня. Главное это не пропустить. Это начинается с 3, точнее с полчетвертого до 11 по UTC. Это плюс 3 часа Москва и Киев. И далее идет период распределения. Уже начинается с 11 часов до 12. 21 июня. Также по UTC плюс 3 часа. И период самого запуска спотовой пары WalkingUSDT будет доступен с 12 часов по UTC. Это значит, что где-то в 3 часа дня точно он уже будет доступен по Москве и по Киеву. В принципе, на самом деле особо механика не отличается от того, что было в предыдущих обзорах и в принципе предыдущих лаунчпадах. Но с учетом того, какой рынок сейчас у нас, есть небольшие опасения, стоит ли вообще участвовать в таких проектах. Я вам скажу, что да, стоит и это делать действительно нужно по той причине, что это сейчас может вам помочь хоть как-то увеличить ваши финансы и приумножить ваши токены. Особенности, если вы хотите купить, так же повторюсь, байбит на долгосрочной основе, с учетом того, как он сейчас упал, то скорее всего через несколько месяцев, гарантированно я вам не могу обещать через сколько, они станут больше. Что ж, в принципе, это основные моменты самого лаунчпада. Если вам интересно, конечно же, я оставлю ссылочку в описании для того, чтобы вы могли почитать и более подробно все разобрать и понять, как именно это работает. Также я могу оставить обязательно ссылочку и на предыдущие лаунчпады, потому что в принципе оно действительно ничем особо не отличается. На этом все. Спасибо за просмотр и всем удачи. Не забывайте подписаться и поставить лайк.